Прокуроры по борьбе с коррупцией расследуют дело о незаконном обогащении 13 бывших депутатов парламента. По решению суда Артурия Шетников, Анатолий Загородный, Сергей Сырб и Владимир Витюк были помещены в изолятор НЦБК на 30 дней. 20 дней ареста получила Виолетта Иванова. Бывшие избранники категорически отрицают свою вину и утверждают, что все имущество было указано в декларациях. Однако в результате обысков у некоторых фигурантов этого дела были найдены крупные суммы в иностранной валюте, происхождение которых устанавливает следствие. О начатом расследовании против перебежчиков высказался лидер партии коммунистов. Владимир Воронин отметил, что политформирование будет сотрудничать с правоохранительными органами и даже рассказал некоторые подробности событий семилетней давности. Бывший депутат Анатолий Загородный разговаривать в суде отказался. Виолетта Иванова не проронила ни слова Виолетта Иванова. А экс-парламентарий Артур Решетников продолжил выступать с обвинениями в адрес главы государства. Решетников добавил, что не ел уже несколько дней в знак протеста. В сопровождении сотрудников НЦБК в суд доставили и Владимира Витюка. Сергей Сырбу, которого также сопроводили на заседании, был краток в своих заявлениях. Он настаивает на своей невиновности и утверждает, что может подтвердить происхождение своего имущества. Господин Сырбу, как вы прокомментируете обвинения? Это правда, что вы предупреждали господина Решетникова о грядущих обысках? Нет, неправда. Вот мое имущество. Если оно нажито незаконным путем, я готов сесть в тюрьму, но не откажусь от него. Все обвинения просто глупость. В суд прибыли представители партии ШОР, чтобы поддержать своих коллег. Нам очень жаль, что политические игроки, как и нынешнее правление, продолжают эти грязные игры с жизнями людей, их здоровьем и чувствами их семей. Мы поддерживаем наших коллег господина Сергея Сырбу, госпожу Виолету Иванову и господина Владимира Витюка. В прокуратуре тем временем рассказали подробности обысков, которые несколько дней проводились в домах подозреваемых и у их приближенных лиц. Были изъяты мобильные телефоны, документы, записи черновиков. Все это будет исследовано и прикреплено к материалам дела. Также, как сообщили в прокуратуре по борьбе с коррупцией, у одного из бывших депутатов в сейфе были найдены 65 тысяч евро и 30 тысяч долларов, а на банковских счетах крупные суммы в иностранной валюте. Следствие устанавливает происхождение этих средств. Прокуроры настаивали на заключении под стражу пяти бывших депутатов парламента. В отношении остальных восьми следствие продолжается. Шесть из них уже были заслушаны и признаны подозреваемыми. Обыски начались несколько дней назад. По версии следствия, 13 бывших депутатов превысили задекларированные доходы на сотни тысяч лев. При этом в некоторых случаях разница составила больше 4,5 миллионов. Весь этот процесс был проведен в спешке, как и распоряжение о моем аресте. Накануне поступило указание от главы государства. Связано это с моей политической деятельностью в качестве депутата, как и с моими политическими убеждениями. Откуда у вас эта недвижимость? Все указано в декларациях. Все доходы соответствуют расходам. Все фиксируется с 2009 года. Они указали ошибочные цифры и не посчитали весь доход нашей семьи. В пресс-службе администрации президента отказались комментировать заявление Решетникова и отметили, что учреждение не вмешивается в уголовное производство. Высказался по поводу начатого расследования в отношении бывших депутатов, некогда коммунистов, и Владимир Воронин. Лидер ПКРМ заявил, что партия готова сотрудничать со следствием, чтобы пролить свет на события семилетней давности. Поделился Воронин и некоторыми новыми подробностями. Во время заседания парламента к Елене Боднаренко подходит Евгению Никифорчуку и предлагает ей 300 тысяч евро в обмен на ее вступление в ряды демократов. А я рядом был и все слышал. Я встал и схватил этого Никифорчука и толкнул его в сторону того боксера, как его там звать, Цуцу, Пуцу, Кастика. Понимаете? Наглым образом. В прошлом демократ Евгений Никифорчук эту информацию категорически отверг и заявил, что пожалуется на Воронина в суд за клевету. Напомним, в декабре 2015-го всего через год после парламентских выборов 14 депутатов фракции ПКРМ сообщили, что уходят из формирования. Заявляем, что мы, 14 депутатов, отказываемся от членства в партии коммунистов Республики Молдова. Мы отказываемся от политических игр руководства ПКРМ. Через два года после тех событий уже в марте 2017-го бывшие коммунисты вступили в Демпартию. В ПКРМ обвинили демократов в подкупе депутатов-коммунистов за сотни тысяч евро. К слову, Виолетта Иванова и Владимир Витюк в ДПМ надолго не задержались. Уже в 2020-м они вступили в партию ШОР. В этом же политформировании на сегодняшний день состоит и Сергей Сырбу. Продолжение следует...